ГОД ОФ ВОР В комплект серый Левиафан входит уникальная консоль PS4 Pro в стильной серой расцветке и стилизации под топор Кратоса. Поэтому, собственно, и Левиафан. Такое имя носит оружие бога в этой части. На передней панели изображено древо его способностей и украшенная рунами рукоять. А на боковых панелях красуются скандинавские обозначения всех царств из игры. Те самые Мидгарды, Нильфхеймы, Ютунхеймы, ну и легендарный Асгард, конечно. Отдельного упоминания заслуживает контроллер. В серебристый DualShock 4 украшен знаком братьев Хульдра и выглядит так, будто создан на наковальне самого Мимира. Помимо стилизованной консоли, в комплект включено издание God of War Day 1 Edition. В общем, бандл получился настолько эпичным, что его просто хочется взять и подарить. Японское игровое сообщество, мягко говоря, отличает оригинальность и своеобразная оценка качества. Так, игра Dragon Quest 11 от Square Enix получила собственный бандл с невероятным геймпадом и PS4 Slim. Консоль полностью выкрашена в шикарный синий цвет, а посередине красуется здоровенный логотип Dragon Quest в золотистых тонах. В комплект также входит полноценное игровое издание со стилизованными инструкциями и прикольная игрушка, которую можно налепить на приставку. Но самый забавный предмет бандла — геймпад в стиле слайма ярко-голубого цвета. Не совсем понятно, удобен ли он для управления, но выглядит контроллер действительно оригинально. Издание IGN, например, решилось назвать этот контроллер самым странным девайсом для PlayStation 4. Ну и с этим сложно поспорить. Sony обожает играть со своим фирменным серым цветом. Однако на этот раз дизайнеры решили отойти от традиции и выпустить специальный бандл в честь Monster Hunter World. В нем нет уникальных подарков или игрушек, но стилистический комплект просто роскошный. На передней панели черного цвета выгравирован монстр с грозным оскалом, а по бокам — иконки из игры Monster Hunter. Контроллер выглядит еще круче — кроваво-красный с угрожающим черным граффити по бокам. Главное меню консоли тоже кастомное, в комплекте идет динамическая тема оформления. Перезапуск Star Wars Battlefront в отличие от сиквела был прекрасен со всех сторон, а при красной игре — прекрасный бандл. Стильная черная консоль с блестящим покрытием и роскошным артом с Дартом Вейдером даже магистр Йоду перетянет на темную сторону. Не менее круто выглядит и геймпад — серые, красные и синие кнопки вкупе с черным корпусом напоминают костюм Владыки Тьмы. На тачпаде фирменным шрифтом вселенной изображен логотип Звездных Войн. Держишь такой и непроизвольно начинаешь дышать, как астматик в кастрюлю. На последок вспомним о PlayStation 3 и двух ее бандлах с крутыми битэмапами про японскую мафию Yakuza 3 и Yakuza 5. Поначалу дизайн белоснежной консоли с темно-серыми татуировками дракона на передней панели кажется бедным, но это заблуждение. За счет простой световой гаммы и отсутствия лишних деталей, Sony сфокусировала внимание именно на этих самых деталях и добилась искомого аскетичного образа. Внешность у бандла Yakuza 3 получилась крайне эффектной. Бандл Yakuza 5 получился не столь мощным, но тоже клевым, а черный и золотой цвет всегда хорошо сочетаются. У PlayStation еще много отличных бандлов и изданий. Destiny, Final Fantasy XIV, издания, посвященные 20-летию PlayStation, да и многие другие. А какой из них вы бы приобрели в свою коллекцию? Или может уже обладаете одним? Ждем ваших ответов в комментариях, а также лайков, подписок и прочих приятностей. С вами был GameGuru, смотрите, во что играете. Субтитры создавал DimaTorzok